развращающие умы людей зло возвращается я рад приветствовать приверженцев зла на канале дамаку меня зовут станислав и сегодня мы с вами продолжаем нести золо в игре под названием донженс 3 ну что ж дорогие друзья нас сегодня ждет славная битва сегодня будет первый день когда зло воистину уничтожит своего врага и этот первый наш враг будет сам гимли раздам его как маленького клопа так там еще одна книга была книга книга я видел книгу книга что за книга улучшенный бонус брони улучшенный бонус брони так ты у нас кто все иди забирай вперед мы тебя ждем все хозяин как я приду так отлично нам надо добраться до этого гребаного молота развести его к чертям а потом конечно же мы же пойдем вот сюда заберем что у них там есть ты забрал книгу я забрал книгу крок ног снаряженный как теперь его зовут за имя просто снаряга дорогая ноги без тебя жить не могу конечно понадобишься что за глупости ты говоришь так могу ли я еще улучшить походу нет и на меня кстати нападают так так магия цена до запомнить магиция метеоритный дождь ненависть демоническая сила молотить колотить молотить колотить счете устрою молотить колотить и тить раскудрить разнести я щас вас весь палаточный лагерь ваш разнесу к чертям уничтожить уничтожить молот смерти гримли что сломали мы твою игрушечку плакать теперь будешь да ты еще поплатишься не спеши себе медальки присуждать гноме империя нанесет ответный удар ребят давайте жить дружно никаких дружно время высунуться славный миг моей победы тебе надо испортить да прости еще и относишься ко мне по-доброму сестренка тебе надо лечиться а мне разобраться с гномьим королем и раскурочить его город погоди пока не до этого раскурочим все к чертям я тебе обещаю смотрите у него тут молот защита умола защита там просто так не пробить так я понял это ух ты не вот сейчас зарвут хватило наглости подорвать мост вот трусы и конечно приятно что меня настолько боятся только как мы теперь попадем на другую сторону понятия не имею в обходную придется лететь что бесхребетные людишки задумали напасть на один из твоих островов коварства ща они нападут у меня что косточки свои не соберут так нам сюда хотя сказать не отнесут куда думаю не отнесут сейчас мы сейчас мы им надоем по щам напасть они тут захотели на моё коварство коварнейшее коварство в мире вы что совсем куку поехавшие так тихо тихо нет я понял да где они и что к идут только собираются напасть зло все никак не могло найти альтернативу разрушенному мосту вообще старалась желая оправдаться зло тут же отправила на разведку парочку существ довольно таки кстати мощная заклинание метеоритный дождь на полном серьезе вот и если вспоминать прошлое че прошлую часть там заклинание пом вообще ничего не стоили ну то есть такая билиберда были так вот убьем то нет где давайте ну все разнесем чертям я даже практически мини пользоваться там пользоваться под конец там было конечно были хорошие не спорю были хорошие я рад все и разно один из островов коварства подвергся атаки да как он под подвергся я же выж показали пути по по этому пути идут эти упыри мы сейчас их ломанем не ну вы меня бесите я все понимаю раньше тут был мост а теперь его нет как же быть и все такое но вот честно слезами тут делу не поможешь осмотрись сделай пару заметок и тебе поможет да подожди нам сейчас не до этого лишь мы захватываем нас тут захватывает территорий так захватили коварство есть дальше смотрим у нас есть земелье ворвались враги а тут до сих пор ничего не построено реально вы не шутите у меня же есть 16 коробок почему нет ни одного what the fuck так маны нет ничего нет да чтоб ему пусто было готовьтесь сейчас рванет с большим бадабумом 2 молот смерти рухнул на землю и от него подземелью понеслась ударная волна черное сердце тягостно заскрипела чтобы защитить его этот молот смерти тоже требовалось срочно уничтожить чтобы мой молоточек никто не обижал я построил генератор щита для волшебных башен слг 26 от щедрот души глупый король гномов гримли рассказал внимательно и все записывающим защитных механизмах своего молота чтобы отключить молот смерти нужно было отправить команду на эндер смысл и звездной войне зло должно было разрушить магический щит ладно сначала уничтожим магическую башню а потом и молот смерти номер два это мы быстро ломать не строить так эти пускай будут демонов оставим здесь значит одного по крайней мере у нас походу он и был всего один почему-то я вроде 2 заказывал так талию лучшим кого еще лучше демонов нежить кстати давайте нежить наверно у меня совершенно оказывается не хватает манны и и просто нет тут было где-то залежи были он земель и враги опять что ли мы только что сражались с ними почему мы тут не строит вы чё не строить и но наконец-то потащил коробку капец давай быстрее складируем так чему там таким занимаетесь важным что так у меня одного убили опять кого вопрос 3 этих 2 этих 2 1 до 1 демона убили он прям умер у меня прям умер умер они же воскрешаются в могильниках где могильник-то демона а могильника то нет могильника нет серьезно подожди я не верю так кладбище вижу этого могильника нет рядом чё и умирают так давайте здесь будет могильник здесь будет могильник нет 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 снести погнали все там учу за фигня обонова на чё мне нужен еще один демон так можно что-нибудь прокачать так давайте на накачнем демонов на 1 не тоже хороши где там демон у меня хотя бы один а у меня и так один давайте одного еще возьмем и одного сюда быстро работать кстати не двое могут работать работать отлично мы надо без демонов будем чувствую ходить на задание потому что они мне нужны здесь или будем с демонами но меньшим количеством почему так долго строят у меня коробки есть деньги есть все есть почему чем этом таким заняты по любому слоняйтесь безделье занимаетесь девять несчастных бедных толстяков этих точнее маленьких обормотов сты иди сюда давай делай мне быстро иди ищи коробки вперед давайте надо тогда на пока приостановим что ли а то не добывают меня раздражает это пускай достроит так и давайте сразу же посмотрим по поводу ловушек смогу ли я теперь построить что мне не дает возможности построить так что мне не дает встроенные стену ловушка с ручной активацией но в стену понял в стену устраиваем в стену устраиваем в стену странно я может что то не вкуриваю но наверное вообще на что то не понимаю почему то не все ловушки у меня доступны вот эти видно что доступны они горят другим цветом совершенно а чё так не могу поставить зато вот так могу да а это видимо слишком мало для них места мало слишком надо больше так посмотрим сейчас как из накосящих враги насколько мне живучи будут ловушки они по-моему заканчиваются и они со временем заканчиваются раз 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 почти убили кстати одного почти убили стали а накажи их тихо да все 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 не платили убей там всех больше орк может быть ему тоже нужно много места хотя в принципе я ему создаю пространство а может быть и нет так где там у меня шар еще раз так давайте попробуем но он реально отказывается я просто не понимаю что для этого нужно тогда а а вот смотрите тут как бы пожалуйста может ему так вот и надо так подожди сейчас мы тогда так и сделаем мне нужно заполнение пыщ пыщ вперед сейчас мы все разберемся все поймем еще и полу так это на полу до а ловушки молотилка а для нее надо больше места а а а тут на это работать не будет да вот это да тогда если я сейчас так вот построю по проходу конечно они будут стрелять у них четко а с этой вот стороны разве я не могу построить могу отлично вот так вот у меня собаки мне вообще тут не пройдете и э 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 типа денег нет а чёрт ладно так ну что у нас пять войска готова все нормально тут сейчас конечно у нас не денег не шиша нет не захлебнись от радость наверняка частью здесь вскроем где-нибудь час конь поползу и там точно сейчас чем-то откроем путь проход или еще что-нибудь не надо чтобы хотя бы кто-то занимался ловушками потому что они так долго и строят что-то просто капец все это это актива активирующая ловушка это надо будет активировать эти автоматически молотилку пока походу я не построю вообще сейчас она уже могу до деньги теперь есть молотилка из-за того что ловушка надо стоит поэтому не получается да и нафиг она не нужна к одному из твоих островов коварства направляются герои опять начинается так ладно тут короче пускай строят пробились здесь пробиваемся дальше понятия не может быть тут тоже есть золотая шахта но мы конечно же сейчас по коварству построимся немножко хотя бы себе возьмем сейчас например усилим орков усилим то ли уже не усилим еще усилим орков и поперли короче защищать отберем наша наша один остров коварства заберем второй пойдем гасить вот у грёбаную башню надеюсь у меня хватит моих ловушек чтобы тут все уничтожить так единственное только что я хочу не брать демона пускай демоны создают мне мои мою магию что ли у у книга что за книга обычно утоление жажды существо больше не пьет пиво у нас и нет пива у нас его и нет один из островов коварства подвергся атаки может мне надо по максимал очки типа вот так построить жалование и мне нужно наверно демона как минимум еще 1 500 золот вы потеряли остров коварства доплевать отберем щас все что потеряли так денег нет вообще не шиша просто ноль тут еще 5000 добывайте тут 5000 там деньги я видел были так давайте будем строить общем проблема почему тут то не строит а нет 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 тихо 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 это не я не то строю тихо это не то просто вот что надо твоем подземелье враги чем этим врагам по соплям то надоем все я просто подумал что у меня наверно не хватает просто так что там брай враги получили по по заслугам то хоть хоть кто-то убегай маленькие забьют бросил коробку в перепугу что делаешь так блин да прекратить защите черное сердце так мочите они часами все сбегутся у меня есть один демон у меня есть другой демон так это он и был вот они двое будут работать я хочу еще купить себе одно место денег не хватает до пятихатка нужно чтобы мы взяли еще одного демона с собой ему по короче отправимся все мне уже надоело ждать тут я надеюсь наши хламоны достроят ловушки так-то неприлично построили пятихатка есть пятихатка все покупаем короче еще одного демона точнее еще покупаем еще этот она дима на тоже ведь нужны будут деньги сколько стоит дима 500 тоже но почти денег у нас хватает почти давайте еще немножечко и он погнали 4500 все покупаем купили еще одного демона все собираем на наших в пачечку и погнали так ты пойдешь ты 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 третий уровень я так понимаю что тебя тебя мы всех от забираем в твоем подземелье враги все эти враги дам по соплям то быстро отхватит приказывай опа так все цифра один мы уже все выжили они а вот эти выживают козлячий ты посмотри насколько они все таки как они жара басы кончены их не пробить этим их надо было камнем бить этих жирных не пробить капец и чё толку от этого тогда полотна их вообще не пробивает эта штука на черное сердце напали пипец целое полотно шипов и вообще все равно они бронированы им насрать ламп а а и и и и и так ладно нет блин ладно короче всех выкидывать ну привычка привычка уже нажимая на f2 сразу же всех хватаю жалованье придется случаю портал и ставить ну то есть самый простой вариант это портал так обычное восстановление жизни идем сюда сейчас заберем обычное восстановление жизни у нас нага наверно будет с обычным восстановлением жизни это будет нормально все я уничтожил забираем наше злодеяние вот это вот коварство злодеи короче него разнесите дам все чертям так далее нам сюда ломаем камень про него нам наговорили зла которое просто осматривалась обнаружили груду камней небольшой толчок и камни свалились бы воврак образуя импровизированный мост отлично реалистично так ладно давайте нам надо забрать наше опять коварство дина нам сюда насколько далеко мне надо будет топать прилично так шахты израсходована тут золот это я видел нам бы еще найти одну шахту чтобы золото было подземелье ворвались враги на опять же смело все убьют то жирники останутся капец бесполезная фигня вообще на раз успевают стрельнуть эти ладно ладно будем ставить портал значит а что делать остается на черное сердце напали так все здесь погнали коварство сейчас я думаю у меня очень много давайте усиливать наших братюнь я бы наверное даже улучшил бы вот это место одно еще на дополнительное на больше мне не хватит да все понял так она усиление еще пачки да еще пачки есть давайте там поставим чтобы не мотаться я здесь поставлю еще орка и нагу этого мне кажется будет достаточно не может конечно доказаться но я так думаю так бежим сюда не мои братью ничего-то их не ничуть не уделяю а вот они надеюсь я еще могу портала ставить надеюсь я не ограничен в порталах и могу ставить несколько чтобы мы могли с вами нормально до дойти добить так переходе для здесь банда в сборе отлично ну что несчастные бедные служители добра получить по своему добру добротно получите по добру надо нормально раздает жалование опять жалование на сколько же вам можно жаловать когда вы задарма задарма то работать начнете мне так 300 еще вроде маловато но побольше 300 маловато давайте здесь заберем тоже уничтожить орите на ней как можете мне нравится что талия создает какие-то призраков она тень создает постоянно когда то ли когда убивает то ли у нее колдунство из какой-то при прокачке так отлично еще до можем еще талию качать вода ну почти ну ладно непобедимо ну часто уж точно я думаю что они не дни не в этой не эти жалкие людишки могут тебя одолеть хотя может эти жалкие смогут тоже по соплям-то надавать а даже база создать да так тихо колдунство огненное полотно уничтожить вот тебе так этот лагерь разнесли герои задумали напасть на один из твоих островов коварства пускай нападают нам плевать разнесите этот камень поганый тут тихо тихо божественное усиление божественной силы так нагу бьют ладно нагу там выхилят на этих то мне плевать на скелетосов к одному из твоих островов коварства направляются герои один из островов коварства подвергся атаки давай сила 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 демонов уничтожьте там все кто там смел меня вообще тронуть ??? ф 어�р Sweet февни картина хеххех Ну, где там второй молот смерти? Не распускай ручонки, а то я тебе все пальцы подкусываю, мерзкая дрянь. Ребятушки, готовим молот смерти. Да заткались. Так, тихо. Баншу жалко, почти убили. Она не отхилится. Я так понимаю, чтобы Баншу не хилится. Они убьют, надеюсь, их? Так, а где мои орки? Где мой орк? Хрупкие штуки, правда? Гримли, кажется, я случайно сломала оба твоих молота. Простишь меня? Да я тебя голыми руками задавлю, девка! Проклятущее, мерзкое! Чтобы нам не пришлось вырезать всю ругань гримли, мне придется его перебить. Гениальное зло преуспело. Второй гномий молот тоже остался в прошлом, и темная армия продолжила неумолимый марш к стальной кузне. От города до подземелья доходил не только запах металла. Через него пробивался аромат новьего ужаса. И неспроста. Мы сравняем их городишко с землей. А еще не поздно вернуться к добру. Дай-ка подумаю. Нет. Я слушаю. Ломай ворота, бей лица. Эй, Талия, хочешь сюрприз? Ты ведь знаешь, что богиня любит троицу. О, ты что? Припас еще один молот смерти. Один молот смерти? Ну, там три штуки у него. Все то же самое, но в три раза больше? Не очень изобретательно знаешь. Чушь ты? Хватит! Пора молотить! Нормально она его тролли. Это что-то танк? Так, мы танк объем? По-моему, не сильно разумно. Так, ну у нас вроде как было нормально. По хп. Давай быстро сносим. Так, давайте вот это хватаем. А что такое? Раньше же как-то хил... Кто хилку выпил, все похилились. Разве нет? Всегда так было. Не могу. Не могу. Не могу. А что, у меня денег нет? А, у меня денег нет. Так, понял. Ладно, сейчас ищем деньги. Так, мы им подземлили враги. Они нападают? Так, а где тут у меня моя нага? Ее не укатали тут случайно? Почему ты не хилишь? Да. Брось ты его. Ну, брось сюда, я не знаю. Так, я его похилил полностью. Отведем ее подальше, пускай они с орком воюют. А, тут убьют. У нас тут осталось-то на пол пинка работы. Раньше вроде как бы хилку пьешь, один пьет хилку, все хилятся. Почему сейчас сделали по-другому? Я уже второй раз только еще вначале подумал, что мне показалось. Ага, показалось. Вот так-то! Я лично с тобой разберусь. К смерти и славе. Рог гримли-молотобойца огласит пать в последний раз. Пусть в этот час мы обнажим мечи вместе. Бой, сын Игор. Не на жизнь, а насмерть зову за собой. Наконец-то мы встретились, гримли. Пробил твой последний час. Мочи, мочи. Его точнее. Давайте еще вот этих тоже бафнем. Ну что, гримли? Да ты почти мертв, парень. А ведь ему прям в ухо. Пускай он оглохнет. А он там еще сверху какие-то лучи света у нас кидает свои. Ну что, трухлявый, бородач? Отъехал ты, друг. Вряд ли. С этими словами король гномов гримли испустил дух. Зло заслужило эту победу. А сколько легенд и историй восхваляют добрых героев. Чепуха. В итоге победа всегда за злом. Сейчас будем праздновать. Талия, ты что наделала? Ты убила гримли? За это мне придется тебя наказать. Замри. Я буду через пару часов. Сейчас. Как видно, Танос был не в восторге от поступков своей приемной дочери. Проницательное зло понимало, что сражаться с ним сейчас было бы неразумно, поэтому приказала Талии уйти на запад. Не сворачивая. Но можно ведь и подождать папу, попытаться все ему объяснить. Ну не надо. Даже хорошая моя сторона не может быть такой наивной. Он с меня три шкуры спустит, если я ему сейчас попадусь. Пусть сначала остынет, а там посмотрим. Увы, но в этот раз мне придется согласиться со своей злой половиной. Непогоду лучше пересидеть дома. Ну надо же, добро и зло заодно. Но, как мило. И так Талия пустилась в бегство. Да! Нормально мы так вломили. Понравилось. Прикольно было расстроиться. Клево. Такую базу мы отбабахали шикарную. Настроили там нормального. Насобирали войско и надавали по соплям. Все вышло очень даже. Пришала ему, как обычно, только собственная смерть. Гномий король Гримли скоропостижно скончался от рук истребляющего героев зла, а темная эльфийка Талия поспешно слиняла. Прихватив злых существ, она отступила в тоннели и шахты под стальной кузней, откуда можно было попасть даже в самые отдаленные уголки мира. Поспешное отступление оказалось вполне оправданным, потому как вскоре на поле боя прибыл Танос в сопровождении огромной армии добра. Обнаружив бездыханное тело своего невысокого друга, он исторг яростный вопль. Впечатлительные и эмоциональные герои вообще часто так делают. Пару часов спустя Танос собрал в своей палатке двоих оставшихся боевых товарищей. Разговор шел примерно в таком ключе. Ой-ой-ой, зло нас уничтожит. Хнык-хнык, мы все умрем, ну и так далее. В конце концов, Танос приструнил своих боевых товарищей, приказал всем возвращаться в свои империи и укреплять оборону. Им оставалось сделать то, к чему привыкли все добрые люди. Спрятаться за крепкими стенами и в страхе надеяться, что буря захлестнет кого-нибудь другого. Благородство выше всяких похвал. Танос тем временем разослал шпионов, чтобы найти свою злобную ученицу. К тому времени темная эльфийка уже пробилась через шахты под стальной кузней, случайно подняла на ноги армию и сбежала от демона с огненным хлыстом. В общем, обычное путешествие по гномьим тоннелям. По крайней мере, Танос с силами добра остался у нее далеко позади. И она с практически нетронутым войском шла через глушь, горя желанием и дальше сеять хаос. Конец Абжорска. Когда Гримли встретил свой бесславный конец, армия коварного зла попыталась... Так, ладно. Про Абжорск мы послушаем в следующей серии. Дорогие друзья, было очень круто. Реально, мне очень понравилось. Расстраиваться было прикольно, как я уже и сказал. ДП воевать получилось очень даже здорово тоже. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, то, конечно же, не забудьте поставить там пальчик вверх, поддержать там, подписаться, прокомментировать уж в конце-то концов, жмакнуть колокольчик, который все должны жмакать, чтобы ничего не пропускать. Потому что ведь все же столько интересного выходит. А вы раз и пропустили. Это, по-моему, не очень интересно. Так что давайте, не стесняйтесь. Ну а с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!